Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалмов Давида Господи поменит царя Давида и всю кротость его Сегодня мы будем читать 53-й псалом, который имеет надписание в синодальном переводе Начальнику хора на струнных орудиях учения Давида Когда пришли Зефеи и сказали Саулу, не у нас ли скрывается Давид Действительно такой случай описан в Писании Когда Давид прятался на горе Зефеев На одной стороне этой горы царь Саул и его люди искали Давида на другой стороне этой горы И Зефеи, которые заметили Давида в лесном массиве этой горы Они пришли к Саулу и доложили, что не у нас ли прячется Давид Надписание этого псалма по саптуагенте в конец песнь в научение Давида И второй стих начинается словами по саптуагенте Когда пришли Зефеи и сказали Саулу, вот Давид не у нас ли скрылся По еврейскому тексту, получается, управителю на мелодичных В разумлении от Давида Когда пришли обитатели Зефа и сказали Шаулу, вот Давид у нас скрывается Ну здесь отличие то, что в саптуагенте и по переводу синодальному, русскому Как бы они не говорят утвердительно, как в еврейском переводе Что Давид у них скрывается А они говорят как бы так гадательно Вот Давид не у нас ли скрывается То есть как бы не прямо доносят на Давида Но, в общем-то, говорят о том, о чем они говорят Третий стих «Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня» Давид в этой ситуации надеется на силу имени Божьего И мы, христиане, тоже знаем силу имени Божия Но в нашем случае нет другого имени под небом Которым бы надлежало нам спастись Кроме имени Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа «Боже, именем Твоим спаси меня и силой Твоею суди меня» Что значит «силою Твоею суди меня» В этом толковники находили в соответствии надписание псалма О радостном хоровом песнопении То есть в древности было и такое надписание этого псалма Хотя вот радостное иногда передается словом мелодичное Но можно перевести и праздничное Потому что управителю на мелодичных В разумлении от Давида Имеется в виду управителю хора и оркестра На мелодичных инструментах Они же радостные инструменты В разумлении от Давида Действительно имя Божие является источником радости Когда мы произносим имя Господа нашего Иисуса Христа То как бы по струнам нашего сердца Проходит движение божественных перстов И мы чувствуем, как радость переполняет нас В православной традиции это выражается словами Что имя Христа это сладчайшее имя Сладчайшее имя для нас это имя Иисус Давид воскресает, четвертый стих Боже, услышь молитву мою Внимли словам уст моих То есть с одной стороны он говорит Услышь молитву мою То есть которые как бы из глубины сердца Внимли словам уст моих Которую я из глубины сердца Произношу своими устами Хуже бывает, когда человек молится только устами А его сердце как бы отстоит в стороне Ибо чуждие восстали на меня И сильные искали души моей И не представили Бога пред собою То есть те, которые боролись с Давидом Которые преследовали его Они не думали о Боге А как Бог относится к тому, что они делают То, что здесь обозначено словами И не представили Бога пред собою А кто такие сильные? По Массори будет Ибо чужие восстали против меня И жестокие искали моей души Не представляли Бога пред собою Чаще, конечно, сильные Это и богатыри А сильные – это и те, которые осуществляют суды Но в данном случае судили Давида судом неправедным Потому что они исключили Бога из своего сознания Не заботились иметь Бога в разуме И их суды были извращенные и неправедные Но вот Бог помогает мне И Господь защитник души моей Здесь Давид как бы говорит Ибо хотя чуждые восстали на меня И сильные стали искать души моей Те, которые не заботятся иметь Бога в разуме Но вот Бог, то есть судья мой Помогает мне и Господь То есть милосердный мой, защитник души моей Обратит он зло на врагов моих Поистине твоей Истреби их То есть первая часть седьмого стиха Обратит он зло на врагов моих А вторая часть седьмого стиха Прошение, обращенное к Богу Поистине твоей Истреби их То есть с одной стороны Давид Декларирует как бы действие Бога Которое он ожидает А с другой стороны он как бы хочет ускорить Это действие Обращаясь к Богу Со словами поистине твоей То есть по правде твоей По справедливости твоей По правосудности твоей Истреби их Я охотно принесу тебе жертву И казалось бы Если речь идет о царе То, наверное, жертву там Какая-то такая серьезная Там быки, бараны и так далее Но на самом деле Мы уже это видели в других псалмах Бог более охотно принимает Жертву наших уст И в этом случае Восьмой стих Я охотно принесу тебе жертву Прославлю имя твое Господи Ибо одно благо То есть Богу Угодны наши прославления Как жертва Уст наших И по массоре это звучит Доброохотно Приносить тебе Жертвы буду Благодарить буду Имя твое Господи Здесь Об имени Божьем Говорится Как бы о чем-то таком Самостоятельном Ибо благо Оно Это связано С тем Что В традиции библейской Как бы имя Бога Оно иногда воспринимается Чуть ли не как Тождественное Богу Но В православной традиции Осторожно относятся К имя Божию К движению имя божников Которые действительно считали Что имя Бога Оно тождественно Самому Богу Потому что Ничто не тождественно Богу Который превознесен Над всем И если даже мы Произносим В виде звука Имя Создателя Это не значит Что Создатель Точно присутствует Здесь На это есть указание В словах Христа Который говорит Не всякий Говорящий мне Господи Господи Войдет В Царствие Небесное Но исполняющий Волю Отца Волю Отца Моего Небесного То есть Действительно Иногда Человек Произносит имя Богу Имя Божие Перед Богом Но если Он не живет По заповедям Бога По воле Бога То здесь Ни о какой-то Тождественности Нельзя говорить Но если Он произносит Не только устами Но и сердцем И всей своей жизнью Подтверждает Что он ищет Прославление Имени Божьей Тогда Можно говорить о том Что он действительно Искренне Обращается К Богу И кстати В Ветхозаветной Традиции Всегда считалось Что грех Это Осквернение Имени Божьей Это оскорбление Имени Божьей И в Новом Завете Это тоже присутствует Как сказано В апостольских посланиях Ради вас Хулиться Имя Божие Среди Язычников То есть Когда мы живем Неправильно Имя нашего Бога Христа Этим именем Мы нарицаемся Называя себя Христианами Оно Хулиться Среди язычников Когда те могут сказать Вот они Христиане Как они Живут Давид Воскресает Я охотно Принесу тебе Жертву Прославлю имя Твое Господи Ибо оно Благо Ибо От всякой печали Ты избавил меня И на врагов моих Возрело Око Мое Феодорит Кирский Зигабен Ириней Предлагают Такое Объяснение То есть Я узрел Погибель Врагов Прежних Уверен Что увижу И теперь Их Погибель То есть Как когда-то Давид Видел Гибель Голиафа Теперь Он может Увидеть Гибель Этих Нечестивых Зефеев Которые Они Донесли На Давида Ища Как Погубить Его И как За это Получить Награду От Нечестивого Царя Саула Продолжение следует